Сегодня парламентская комиссия по европейским делам приняла свое решение относительно квот по беженцам. Она решила поддержать предложение правительства отказаться от обязательных квот по приему беженцев в Эстонию. Таким образом, правительство получило мандат от парламента и с ним глава МВД Эстонии Ханна Певкур 16 июня отправится в Бруссель, чтобы представить позицию нашей страны на встрече глав МВД Евросоюза. Примечательно, что одним из аргументов правительство называет то, что у нас и так слишком большое количество проживающих людей иностранного происхождения. Называется цифра в 60 тысяч человек. По всей видимости, имеются в виду те люди, которые приехали сюда в конце прошлого века или, как мы привыкли их называть, прибывшие по распределению. Комиссия Риги Когу по делам ЕС сегодня провела открытое заседание, где помимо ее членов присутствовали и приглашенные гости. С докладами выступили эксперт по миграции Уку Сяри Канна, председатель правления недоходного объединения помощи беженцам Эйро Янсон, директор Центра по правам человека в Эстонии Кари Каспер. Об опыте своих стран и о ситуации с принятием беженцев в них рассказали посол Финляндии Кирсти Наринен, посол Италии Марко Клемента и посол Греции Константина Кацамбис. В открытом слушании также приняли участие министр внутренних дел Ханна Певкур и руководитель представительства Европейской комиссии в Эстонии Ханна Срум. По словам членов комиссии, зарубежный опыт показывал исключительно позитивные примеры миграции, однако все-таки есть довольно существенные детали, из-за которых этот опыт может не пригодиться в Эстонии. Например, в Финляндии первую строчку переехавших иностранцев занимают те же эстонцы, с которыми трудно сравнивать беженцев из стран Средиземноморья. А нынешняя ситуация, когда Эстония должна аргументировать независимость своих решений, стала последствием более ранних соглашений. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то у трех стран, у Англии, у Дании, у Ирландии нет таких обязательств, которые есть у Эстонии. То есть они в свое время, когда присоединялись к Евросоюзу, были более разумны и предусмотрительны в этом отношении и обговорили эти исключения. Эстония же в свое время этого не сделала, и теперь мы пожинаем плоды тех хороших или плохих переговоров, которые Эстония в свое время вела. При этом эстонское правительство и комиссия по европейским делам отмечают, что Эстония солидарна с Европой и готова помочь, но лишь в том объеме, который она сама считает посильным. Также председатель комиссии Калле Паллинг заявил, что считает фильтрацию беженцев, когда определяется наиболее подходящий кандидат на переезд в Эстонию, циничной мерой, ведь речь идет о человеческих жизнях. Одним из интересных пунктов многостраничного документа стал аргумент, что в Эстонии и так проживает много людей иностранного происхождения, поэтому страна не осилит наплыв еще большего количества чужеземцев. В данном случае, видимо, имеются в виду граждане Советского Союза, приехавшие в Эстонию в 60-е и 70-е годы по распределению. Комиссия этот вопрос не обсуждала, но, по-моему, в Эстонии действительно, исторически доля иностранцев велика, при этом это ценные для страны и хорошо интегрированные кадры. Это, разумеется, не должно быть единственным аргументом, который мы положим на стол. Но это одна из причин, по которой мы на самом деле не можем принять большое количество беженцев. Несмотря на то, что высокие чиновники, главы министерства и ведомств подчеркивают солидарность с беженцами, некоторые политические силы не стесняются в выражениях, откровенно заявляя неприятия чужестранцев, обладающих другим цветом кожи и радикально иной культурой. При этом митинги, демонстрации и ксенофобные заявления не вызывают огромного протеста у населения или тех же чиновников, косвенно подтверждая статистику, согласно которой Эстония одна из самых нетерпимых стран по отношению к людям некоренного происхождения. Впрочем, беженцы не единственная горячая тема, обсуждаемая сейчас в парламенте. В понедельник предстоит еще голосование по вотому доверия правительства, которое должно пройти в трех чтениях.